Девушки отдыхают Так, ладно, я предлагаю все-таки вернуться к первому часу, к теме новой схемы оплаты за тепло. У нас был опрос, и мы с тобой про него забыли. Да, и не подвели результаты опроса. Тем более, что ты автор этого опроса. Да, но, к сожалению, я без компьютера, поэтому результаты озвучивать тебе. Сейчас быстро. Итак, вопрос звучит следующим образом. Оплата коммунальных услуг составляет и далее в процентах от ваших доходов 10%, от расходов, вернее, от 20 до 30% моих расходов около половины, больше половины, и вы за них вообще не платите. За коммунальные услуги. И на сайте нашем, и на нашей странице ВКонтакте на первом месте вариант ответа от 20 до 30%. Ну, то есть треть, получается треть суммы, которую человек платит на жизнь в течение месяца, это вот плата коммунальщика. Да, к сожалению, чем больше человек платит за коммунальные услуги в нашей экономической ситуации, тем меньше он может себе позволить купить книги. В том числе купить книги, потратить на свое духовное развитие, культурное и так далее. Ну, мы сегодня на книгах, да, во втором части сосредоточимся, жизнь кипит в этом отношении, и не первый раз уже Евгений нам в студии рассказывает о яркой жизни издательства «Ократкое». Мы начнем с выставок традиционных книжных, которые месяц назад первая выставка прошла в Москве, и вот буквально накануне вернулся из Германии, из Франкфурта. Евгений, с московской начнем, да? Ну, давайте начнем с выставки книжной. 30-е в этом году состоялась юбилейная выставка, и, наверное, все отмечают, что, несмотря на такой юбилей, определенные сложности выставочная деятельность переживает. Но я думаю, что это не только в России происходит. А в чем они выражаются? Ну, выражается это в том, что на протяжении нескольких лет мировой рынок книжный сокращался, и вот только последние два года наметилась тенденция на стабилизацию и даже некоторый рост. Вот в России эти процессы происходят с некоторой задержкой по сравнению с мировыми. То есть мы еще падаем? Но тренд сохраняется примерно в мировом русле. Если брать прошлый год, итоги уже подвели прошлого года, и первого полугодия этого года у нас наметился рост количества наименований при стабильном сокращении среднего тиража. То есть книг выходит больше, но тиражи уменьшаются. Примерно такая же тенденция в мировом книгоиздании происходит, но 50 крупнейших издательств мира за последние два года отмечают рост печатного сегмента и прекращение роста электронных продаж. Вот как. Люди возвращаются к традиционной бумажной литературе. Да, ну вот как раз на московской международной книжной выставке-ярмарке выступал президент Международной ассоциации издателей. Он приезжал в Москву. Прошло несколько мероприятий с его участием. И он сказал, что эта тенденция уже отчетливо прослеживается. То есть это не наметки, а вот действительно. Были разные попытки исследовать этого читателя, за счет которого растет печатный сегмент продаж. Как ни удивительно, это молодые люди от 14 до 25 лет. Основные, как считается, потребители гаджетов. Это Европа, да? Это Европа, но что удивительно, и Россия тоже. На отраслевой конференции ежегодной, которая проходит в рамках московской международной книжной выставки-ярмарки, было достаточно много интересных выступлений. В том числе с докладом выступил директор, генеральный директор сети, крупнейшая, наверное, у нас в стране сети книжных магазинов «Читай-город». Но он сказал так по-простому для себя, говорит, я понял, что еще пять лет назад читать текст из гаджета было круто. А сейчас гаджеты есть у всех, и это уже не круто. А вот читать бумажную книгу снова круто. То есть вот такой разворот, конечно, нас не может не радовать в каком-то смысле. Насколько это закрепится как такая долговременная основополагающая тенденция, покажет время. Но сбываются прогнозы, скажем так, электронных скептиков, апологетов традиционной бумажной книги, которые высказывались там вот те же пять лет назад, когда только ленивый не говорил о скорейшей смерти печатной книги. Не будет театра, будет одно сплошное телевидение. Да, мы этот период как раз с электронными изданиями, наверное, преодолели. И сейчас будет более трезвая такая картина складываться. С другой стороны, надо понимать, что в современном мире очень быстро все меняется. И просчитать, и прогадать, ну, порой, очень сложно. Но я тебе должна сказать, я поделюсь буквально минуточку наблюдением. Но вот Евгений знает, что мы со Светланой Занько ездили в Варшаву. Да, и вот вместе с Евгением после этого мы уехали в Грецию. Я должна сказать, что очень много отпускников, иностранцев, то есть людей, которые везут с собой чемоданы. Тем не менее, они на пляже в каких-то общественных местах еще где-то, они с бумажными книгами. То есть им это не мешает. Они берут книгу, которая весит, конечно, больше, чем гаджет. И тем не менее, вот они везде с ней. Причем разного-разного возраста люди. Если немножко перескочить на Франкфурт, например, то во Франкфурте 140 книжных магазинов. Город по населению и площади не очень сильно превосходит наш Киров. Ну, конечно, с пригородами и с учетом того, что это мировой транспортный кластер и деловой центры, банковский и так далее. Конечно, он более значительен по экономике, но сколько у нас в Кирове книжных магазинах? Я думаю, что их никто не считал. Побольше, ну, 50. Ну, вот 140. 140, да. 140. Это при том, что в Франкфурте проходит крупнейшая мировая выставка книжная. И каждый год можно купить там? Закупить или нет? Насчет купить. Тут есть одно большое принципиальное отличие наших выставок-ярмарок от выставки Франкфуртской или вот той, на которой я был в прошлом году в Турине. Но в Турине еще не так это проявляется. Единственное, насколько мы помним, из российских издательств. Ну да, так сложилось в прошлом году, что я был единственным официальным представителем. Так вот, франкфуртская выставка – это в первую очередь выставка прав. Это деловая площадка для заключения контрактов. И только во вторую очередь это какая-то продажа. Для читателей. Причем продажи там очень мало, скажем так. Если брать по площади, это четыре очень больших павильона выставочного комплекса «Франкфурт-Месси». Один из них в двух ярусах, два в трех и один в четырех. И площадь каждого яруса – это примерно площадь московской книжной выставки. Ну то есть в 10-11 раз эта выставка превосходит по масштабу московскую. Я даже боюсь сравнивать с Кировым и не понимаю, найдем ли мы какой-то объект, с которым мы можем сравнить. Не, ну можно сравнить вот с выставкой «Волжская волна», с которой я тоже вернулся недавно, буквально две недели назад я там был. Это Саратов. Это Саратов. Там приняли участие в выставке, она тоже международная, там представители были шести стран. Это страны СНГ. Белоруссия, Украина, Азербайджан, Эстония, Армения. И Россия, соответственно. Да, и Россия, да. Там около ста издательств приняли участие, 93, по-моему, если я не ошибаюсь. Я не могу представить вот такое мероприятие в Кирове, честно говоря. Хотя масштаб его... В Кирове не Волга, не Волжская волна. У нас Вятка есть. Вятская волна. У нас Вятка есть. То есть есть с чем сравнивать совершенно разного масштаба мероприятия, но интерес все-таки регионов в данном случае является определяющим. А в Кирове вот совсем прямо так все бесперспективно? То есть нам и не ждать ничего? Нет. Ну, все, конечно, зависит, как мы знаем, многое зависит. В данном случае практически все зависит от инициативы, от поддержки. Я знаю организаторов выставки в Саратове. Это Приволжская книжная палата и, в частности, ее руководитель Владимир Иванов, который... Это вот третья была Волжская волна, и последние три года он приложил неимоверные усилия для того, чтобы и получить эту поддержку, и сделать из мероприятия события, заметные не только в регионе, но и в стране, и уже даже в соседних странах, которые откликаются на приглашение и приезжают, представляют своих издателей и стенды, скажем так, стран. То есть если такое желание появится, я думаю, что что-то может быть появится и у нас. Хотя попытки, надо сказать, были. Вот Галерея Прогресса несколько лет проводила книжную такую ярмарку. Библиотека Герцена у нас каждый год проводит книжный такой фестиваль, но без медийной информационной поддержки это мероприятие не имеет никакого резонанса. И надо сказать, что в Саратове тоже этот год показал, что небольшое даже ослабление информационного сопровождения приводит к достаточно значительному оттоку посетителей. И несмотря на рост выставки самой, в этом году старожилы, кто 2-3 года уже участвует, мы впервые принимали участие, а старожилы говорят, что поток людской в этом году был поменьше. И связано это, скорее всего, не только с погодой, которая там подвела немножко, но и с тем, что рекламы было меньше. Не информировали людей? Нет, информировали. Нельзя сказать, что не информировали. Вроде и плакаты висят. Ну, там можно искать причины, даже изменение дизайна. В прошлом году, говорят, были плакаты на белом фоне, которые хорошо читались. В этом году решили изменить дизайн. Текст и информация были размещены на черном фоне. Воспринимать это сложнее уже. Да, и вот сложность восприятия, возможно, тоже сказалась. Но надо отдать должное организаторам, такое мероприятие на региональном уровне поднять очень тяжело. То есть им это удалось все-таки. Мы к Волгской волне еще вернемся. Я конкретно, собственно, с чем же конкретно наше издательство, кратко, выступало на упомянутых нами выставках после небольшой паузы. Программа «Дневной разворот» продолжается. В гостях у нас, напоминаю, Евгений Трогов, директор издательства «Ократкое». Говорим мы о выставке «Волжская волна», которая прошла в Саратове. И о многих других мероприятиях, в которых издательство «Ократкое» принимало участие. Итак, «Волжская волна», центральная площадка на театральной площади была, да? Большой шатер. Ой, как хорошо. На театральной площади. Большой шатер, где вы собрались. Надо сказать, что шатер... Возможные дискуссионные площадки. Шатер и оборудование были смонтированы. Благодаря сотрудничеству Приложской книжной палаты с компанией «Макбелл». Это белорусская издательско-полиграфическая книготорговая компания, которая, в частности, оборудует и московскую международную книжную выставку. В последние годы предоставляет оборудование, которым застраивается крупнейший 75-й павильон ВДНХ. Но когда мы начинали принимать участие в московской международной выставке, надо сказать, она занимала весь 75-й павильон, все три зала. Сегодня это только два зала. То есть вот тенденция на сокращение, она прослеживается. Ну, кстати, во Франкурте тоже говорят, что раньше она занимала больше площадей. То есть вот о тенденциях, если говорить, они примерно схожи. И книжная отрасль определенный кризис переживает, вот этого перерождения, может быть. Но может это связано с тем, что появились новые какие-то механизмы информирования о книгах? Конечно, это связано с перестройкой медийного вообще пространства и рынка в том числе. Это связано с перераспределением внимания человека, с появлением новых каналов информации с книги на электронные носители и каналы. Но и с, скажем так, с перераспределением каналов доставки информации в самой книге. То есть понятие книга сегодня расширяется, переживает переосмысление некое. Вот у нас даже Елена Динер, докторскую диссертацию, это преподаватель нашего университета. В позапрошлом году она защищала по электронной книге, это была первая подобная диссертация в стране. Вот все эти факторы, скажем, определяют и тенденции, которые мы переживаем. Если вернуться к Московской международной выставке, понимание последние три года на выставке «Новая дирекция». И можно сказать, что в этом году понимание все-таки такое всеоблемующее наступило о том, что без представления регионов Московская международная книжная выставка тоже рискует схлопнуться просто. Уже было в этом году заметно, что чуть ли не половину площадей занимали структуры нашего крупнейшего монстра, книжного Эксмо-АСТ, то есть разные структуры, разные направления книжного сегмента были представлены, и это уже существенно бросалось в глаза. То есть если политика по привлечению региональных издательств не изменится, то от выставки может ничего не остаться просто. Слава Богу, в этом году понимание было озвучено. Ну, я начну с того, что когда мы в 2010 году впервые приняли участие в Московской международной выставке как именно экспонент, как участник, региональным издательствам предоставлялась отдельная площадка. Более 50 регионов тогда было представлено, и это количество вот за последние годы сокращалось. До скольки в этом году? В этом году, по-моему, 12 всего регионов было представлено. Представлено, да. Даже такие, ну, заметные, скажем, такие заметные национальные издательства, как Татарстан, Башкортостан, не были в этом году представлены. И Удмуртия, наши соседи, и Марийская республика. Ну, а они сами принимают решение, да? Да, они принимают решение, исходя из тех условий, которые предлагает организатор. Но я так понимаю, что поддержка есть какая-то небольшая. Вот в этом году удалось ассоциации книгоиздателей добиться небольшой поддержки, и несколько издательств, в том числе наши, были приглашены к участию на безвозмездной основе. Ну, то есть оплачивают проживание, оплачивают дорогу. Нет, только участие, да. А, то есть там еще и вновь. Конечно, нет, в отличие от московских издательств, которые, собственно говоря, участвуют, ну, вот сотрудники, они просто вместо работы приедут на ВДНХ и отработают этот день. А региональным издательствам нужно привезти книги, привезти сотрудников, где-то их разместить, чем-то их кормить там, да? Если мы еще платим и за стенд, то при нашем, скажем так, ограниченном репертуаре и небольшом ассортименте мы рискуем не только не заработать там, но и даже не оправдать какой-то ноль выйти, не оправдать затраты, которые мы понесем. Поэтому вот предоставление площадей хотя бы для регионов, это уже большое подспорье для участников. А если учесть, что московский читатель в основном идет на регионы, он московские издательства видит в Москве постоянно и придет просто в магазин и купит те же самые книги, там, те же «Читай город», там, «Буква», «Буквоед», там, и так далее. В Москве еще сохранились крупные книжные магазины, да. У меня сразу вопрос, то есть в «Читай город» доступ регионам закрыт? Нет, нам удалось. Позапрошлым, наверное, году мы туда все-таки поставили книги, но это очень тяжелая достаточно процедура. Ну, я просто сразу же уточнить решил. Да, через Москву, и даже оказалось не так сложно туда книги поставить, как процедура там изъятия денег потом с проданной книгой. Изъятия денег. Ну, по-другому не назовешь, потому что надо подавать заявку, то есть это не автоматически. Выручку свою. Да, это не автоматически происходит, а в результате достаточно сложной процедуры и переписки. Ну, мы немножко отвлеклись. Да. Москвичи идут на регионы. Да, на регионы. Да, москвичи идут на регионы. Это книги, которые они практически не видят. Такая ситуация сложилась достаточно давно. В советское время, как известно, работали горизонтальные связи. Были налажены обмены, скажем так, между крупными макрорегиональными издательствами. Ну, было там Волговятское, например, издательство. Было Поволжское, Приволжское издательство. Урал. В том же Саратове, да. Уральское было, северо-западное издательство. Ленинград, Карелия, Архангельск, Мурманск и так далее. В общем, они партиями книг обменивались. Да, и во многих регионах были отделения этих издающих организаций, которые имели свою программу, свой план книгоиздательский. И выходили книги не только современных писателей, но и классиков, и каких-то локальных писателей, уже ушедших. Книги этих издательств можно было купить не только в своем регионе, но и они попадали в соседние. Были центры межбиблиотечного снабжения, библиоколлекторы такие, которые сохранились благодаря, наверное, энтузиазму отдельных представителей отрасли. Но вот я знаю, что в Санкт-Петербурге есть библиотечный коллектор, который до сих пор занимается снабжением библиотек. Но это сейчас совершенно по-другому, конечно, выстроено с учетом всех процедур, закупочных, тендерных и так далее. В масштабах страны, конечно, эта уже система не работает. В общем, возможностей практически нет у москвичей, вот так, если ты не едешь в регион, если у тебя в регионе нет знакомых, которые могут тебе купить какое-то издание, то только выставка. За годы участия в той же московской международной выставке, ну или последние три года, там, фестивале книжным на Красной площади, у многих издательств у нас в том числе уже появляются свои читатели, которые целенаправленно идут, спрашивают новинки, или идут там уже знакомые книги, купить там подарок, может быть, еще для кого-то. Люди с вятскими корнями среди них есть. Ну да, иногда складывается впечатление, что каждый третий житель столицы – это житель. Человек с вятскими корнями. Да, у которого или родственники, или предки, или там муж-жена и так далее, какие-то близкие и знакомые связаны с вяткой. Ну просто видят знакомое название и идут в первую очередь на него. То есть таким людям, может быть, в меньшей степени интересен тот же Саратов или Рязань, а больше интересна вятка. Я думаю, что такое ощущение у других наших коллег из других регионов тоже может сложиться. Они тоже там находят своих. Да, да, да. То есть такая по интересам кооперация происходит. Хорошо, хорошо. Давайте все-таки, вот я хотела об этом поговорить. Давайте мы все-таки об успехах поговорим. Потому что и в Саратове, и в Рязани отмечали ваши книги, потому что мы сейчас сказали, идут на конкретное издание, идут, выбирают. Давайте об этом, потому что это всегда приятно. Я думаю, не только человеку, который там отвечает за конкретные дела. Мне кажется, это и жителям региона всегда приятно, да, что регион засветился где-то с хорошей стороны. Да, а я предлагаю на рекламу сначала. А вот так, пораньше немножко. Ну все-таки этому нам нужно будет такое достойное время уделить. Как анонс это прозвучало. Хорошо. Как анонс, да. Евгений Дрогов наш гость, директор издательства «Ократкое». Ну давайте все-таки уже ближе к концу нашего встречи поговорим о том, что представляло «Ократкое» и о победах, о достижениях на выставках. Ну мы представляем те книги, которые у нас выходили последние годы. Была и новинка представлена. Это книга Светланы Бушмелевой. Азбука города В. В. Это вятка. Вместе с архитектором Чарушиным. 155 лет в этом году отмечается со дня рождения нашего знаменитого вятского архитектора, который дал начало знатному такому роду художников-иллюстраторов. Это его сын Евгений Чарушин и внучка, и правнучка, которые тоже в этой среде работают. Вот. И в прошлом году к нам Светлана Михайловна Бушмелева пришла с этой идеей. Мы за нее зацепились. И вот не очень давно, в конце августа, книга появилась. С прекрасными иллюстрациями. Ну да, там, конечно, в основном... Я видела просто отзывы в социальных сетях. Людей, которые уже подержали в руках, они просто вот в восторге. Да, это небольшая по объему книги. Она представлена в виде такой азбуки, где на каждую букву термины из архитектуры, градостроительства, из городской среды объясняются для, ну, в основном детской аудитории. Хотя у нас уже и взрослые читатели ее приобретают. Это она привлекает внимание. Потому что тоже интересно. Да. Вот. Это была новинка, которую мы еще никуда не подавали ни на какие конкурсы. Вот. Из старых книг прошлогодних, потому что часто конкурсы ограничиваются предыдущим годом. Ну вот в рамках Саратовской, например, Волжской волны проходил тоже конкурс. Вот книг по номинациям мы представляли «Вятская далека», книгу сказок Тамары Копаневой. Она победила в номинации «Лучшая книга для детей». Надо сказать, что это 12-я уже награда была этой книги. Книга тоже прекрасная. Мне ее люди из Москвы заказывали. Я честно скажу, я ездила специально к вам в издательство, покупала и потом переправляла. Выполнила заказ. Что? Выполнила заказ. Выполнила заказ. Выполнила. Люди были просто в восторге. Молодец. Ну, замечательно. Мы уже думали, что книга, вышедшая в конце 2015 года, в год литературы, уже не может никаких наград получить, потому что время уже прошло. Но вот она продолжает эти награды собирать, что для нас самих удивительно. Выставка, которая, фестиваль-ярмарка, вернее, как она была обозначена организаторами в Рязани, «Читающий мир», совпал, к сожалению, по срокам проведения с Саратовской. И вы так участвовали заочно? Мы участвовали заочно, потому что на момент, когда к нам организаторы Рязанской выставки обратились, мы уже приняли решение участвовать в Саратове. Но мы пересеклись на московской международной выставке за месяц до начала проведения и того, и другого мероприятия. И нам организаторы Рязанской говорят, давайте мы вас заочно проведем. Оказалось, что мы не единственные такие в Рязани. Но как-то они не подумали, две выставки совместивали. Присутствовали, отсутствовали. Видимо, когда решение в Рязани было принято, они как-то об этом не подумали. Да, а потом уже было поздно отменять. Но пожелания, я думаю, этого года они учтут и разведут их по времени в следующем году. Насколько я могу судить по репортажам, которые из Рязани доносились, там тоже было достаточно интересно. Там это все проходило на базе библиотеки областной. Я как-то принимал несколько лет назад участие в одной из конференций, которую Рязанская областная библиотека проводила. И, собственно говоря, вот эти знакомства, они вот с тех времен связи имеются. И мы там представляли две книги на конкурс. «Каповая шкатулка» Надежды Перминовой получила специальную награду в номинации, связанной с годом экологии. И третье издание книги «Вятские народные промыслы и ремесла» получило диплом лауреата в номинации «Лучшее издание, способствующее продвижению регионов». Это большое, красочное издание. Это то самое издание, которое дарят всем гостям, я так понимаю. Всем гостям региона. Всем гостям Кировской области. Поскольку это третье уже издание, первое вышло в 2010 году, и мы тогда его представляли на несколько конкурсов. Она тогда еще получила несколько наград. В том числе в конкурсе «Лучшая книга года» в созвучной номинации с Рязанской. «Лучшее издание, способствующее продвижению регионов». А также получила диплом лауреата в международном конкурсе «Страны СНГ и искусство книги» как книга по культуре, науке и искусству. То есть тоже достаточно заметная книга в нашем репертуаре. Стала она победителем и межрегионального конкурса в Якутии. В номинации «Лучший дизайн». Ну то есть вот есть у нас такие книжки, которые... Жень, да за ваши книги, за какую не возьмешься, любая праздник. Вот правда. Это честно. Мы выпустили более 200 книг на данный момент. Ну вот около десятка. Это такая уже, можно сказать, всероссийская гордость. Но это нам приятно, конечно. Это же каждая двадцатая, можем говорить, да? Книга издательства «Ократкая». Собирает за собой шлейф всевозможных наград. Да, да. Так, у нас остается совсем чуть-чуть. Мы про Франкфурт поговорим чуть-чуть? Успеем еще? Давайте. Продолжим. Поговорим про Франкфурт. Около ста стан было представлено в этом году на франкфуртской выставке. Я встречал даже в официальной информации Франкфурта несколько цифр. Одна цифра была 97 стран, другая была 104. Походив по этим многочисленным павильонам, я понял, что они просто по-разному считают. Например, Гренландия и Фареры как территории подконтрольной Дании и Великобритании, соответственно, они как самостоятельные территории там были представлены. Фарерские острова вообще собирают всегда фурор. Они в первый день там обильно угощают всех посетителей. И надо сказать, что первые три дня вход на выставку только для специалистов, либо по билетам, которые достаточно дорогие. И только два последних дня впускают всех желающих жителей. Но Фарерские острова – это очень запоминающийся стенд. Ну или там даже Гренландия, Исландия. Российский стенд был представлен 50 издательствами примерно. Книги издательства Украдкова там тоже были привезены. Ну и мы, поскольку мы лично туда приехали, я тоже еще с собой несколько книжечек прихватил и тоже их там разместил. Места всем хватило. Сам наблюдал со стороны, как те же сказки «Вятская далека» вызывают интерес у посетителей. То есть своим форматом, необычной подачей люди берут, смотрят. Проглядывают. Да. Но поскольку, повторюсь, Франкфурт – это все-таки возможность в первую очередь продать или приобрести права. Продавать книги там, собственно говоря, и не принято. На самой выставке мы видим. Да, да, да. Вот поэтому для меня, как впервые оказавшимся во Франкфурте, это была в первую очередь ознакомительная такая поездка. Хотя были проведены несколько переговоров, организованных ассоциацией книгоиздателей между участниками нашей делегации и несколькими странами. В частности, мы провели переговоры с Ираном, с их представителями, с Грецией, с Сербией. Суть-то этих переговоров в чем? О взаимовыгодном сотрудничестве? То есть наши книги туда, их книги сюда? Об этом речь-то идет, да? Да. Найти возможные позиции у издательств, которые, например, были бы интересны как для зарубежного читателя, так и для издательств соответствующих стран. Конечно, я еще по Турину в прошлом году ощутил, насколько в первую очередь все-таки агенты издательства хотят продать свои права, чем приобрести. Но даже вот в российской практике последних лет есть удачные такие примеры, когда, например, издательство Тюменского университета на Белградской выставке, те, видимо, та сторона не ожидали такого предложения, но и сходу на него согласились. Тюмень что-то продала? Тюмень предложила обменять все книги, на которые у них есть права, которые они издавали, на соответствующие права сербской стороны. Баш на баш, да? Баш на баш, да. Надо сказать, что издательство Тюменского университета достаточно заметно, и в отличие от многих университетских издателей страны, они не просто издают книги в своем портфеле, которые потом оседают только в родном университете и никуда не выходят. Они находят возможности, инструменты для продвижения этих книг не только на всероссийском, но и на международном рынке. Потому что университетская книга издания сегодня, она ряд ограничений имеет, и многие просто варятся в своем соку. Да не многие, большинство. Ну вот, далеко за примерами ходить не надо, до объединения наших крупнейших вузов, Тюменский государственный гуманитарный университет был крупнейшей издающей организации Кировской области. Это правда. По всей статистике, около 150-200 изданий они выпускали в год в лучшие годы, но эти книги никто практически не видел за пределами нашего региона. И это не вина там чья-то, это беда, это положение дел, которое сложилось в отечественном университетском книгоиздании. Сейчас пытаются, та же ассоциация книгоиздателей, которые кроме региональных и малых издательств объединяет и университетские издательства, в отличие там от издательств региональных, которые все-таки какую-то подведомственную принадлежность имеют и со своими проблемами могут в определенные структуры обратиться, университетским издательствам просто некуда обращаться. Надо сказать, что во Франкфурте целых два сектора были посвящены именно научному и университетскому книгоизданию. А мне кажется, вообще в Европе этому очень большое внимание уделяется, тому, как вузы участвуют в общественной и экономической жизни. У них как-то вот традиционно это сложилось. Они представить себе не могут, как это они, не будут здесь вариться еще во всем этом. Да, крупнейшие университеты всех стран представлены на франкфурской выставке, несмотря на национальные стенды, которые объединяют. То есть они отдельно еще даже как-то выделены? Да, вот я видел крупный стенд американский, например, который в сегменте объединенных стендов стран представлены. И отдельно стенд американских университетов крупнейших. Он меньше по площади, но он не менее интересен. Но он все равно обособлен как-то, да? Да, но он совершенно в другом сегменте, в другом павильоне. Я даже могу сказать, что за три дня, пока я там был, не удалось толком даже обойти все пространство франкфурской выставки, не говоря о том, чтобы уже детально там совсем познакомиться. В этом году впервые был расширен деловой сегмент, где люди просто встречаются. То есть там не представлены книги, там люди заранее договариваются и встречаются, проводят переговоры. 500 столов в этом году было заказано для переговоров на франкфурской выставке. Только 500 столов. Я боюсь масштаб себе представить. Время у нас истекает, время. Ну что, вояжи на этот год завершены? Если о планах так немножко заглянуть вперед, что впереди? Ну, мы уже начинаем готовиться к фестивалю на Красной площади следующего года. Летом он, да? Да, недавно побывавший в вашем эфире Илья Оленев, уже первым пунктом презентации на Красной площади его проекта, нового альбома и нашей книги заявлены. Я надеюсь, что мы до конца года еще что-то интересное выпустим и будем дальше планировать. Просто раньше весенняя выставка книги России проходила в марте, и с марта деловая такая жизнь в стране начиналась книжная. Вот сейчас она начинается в начале июня. Ну что, давайте любить книги. Давайте читать книги. Давайте читать книги, давайте интересоваться новинками. Их немало. И давайте гордиться вот нашим таким книгоиздательством, который гремит на международном уровне. Спасибо. Удачи вам. Спасибо, Евгения Дрогова, директор издательства «Краткое». До свидания. До свидания. На этом программе «Дневной разворот» завершена. Анна Лапшина. И Владимир Сметанин. Ну, а через 20 минут встречайте особое мнение. Редактор субтитров А.Семкин